В 15 миллионов рублей обойдется ямочный ремонт дорог в областной столице. Минувшая зима была богата на капризы. Резкий минус менял плюс и наоборот, что стало настоящим испытанием для асфальта на Тверских улицах. На этой неделе погодные условия позволили дорожникам начать латать ямы, материал, горячий асфальтобетон. Первые заплатки появились несколько дней назад. Наши журналисты пообщались с экспертами в области дорожного строительства и с тверскими водителями и выяснили их оценку ремонта асфальтового покрытия. Минувшая капризная зима добавила забот дорожникам на несколько месяцев вперед. Многие тверские дороги успели обрасти ямами и трещинами. Всего в этом году в рамках ямочного ремонта по плану залатать около 600 участков тверских дорог, на что выделено 15 миллионов рублей. В начале этой недели рабочие МУП ЖЭК залатали выбоины на Волоколамском проспекте. Пока погода позволяет производить укладку горячим асфальтобетоном, но в случае ухудшения погодных условий работа будет производиться также литым асфальтобетоном. С каждым днём работы по аварийному ремонту горячим асфальтобетоном будут увеличиваться. И уже с установлением сухой, устойчивой и тёплой погоды, то есть это ориентировочно где-то начало и ближе к середине апреля, объёмы работ значительно будут увеличены. Заплатки появились также на мосту, на Южном кольце и улице Можайского. Мы поинтересовались у жителей города, как они оценивают ремонт дорожного покрытия. Ответ был неоднозначный. На Южном мосту в пробке стоял, довольно-таки долго ждал, когда они там среди белого дня ложили эти заплатки. Причём не в ночное время, как обычно было принято. Может быть, у него грамотно соблюдены технологии. Мне так кажется. Но если бы лужи ложат, то я думаю, что это недолго держится. Никакого ремонта нету. Никакого ремонта нету вообще. Центральная улица ещё как-то подделываю. Пытаются залатать, чтобы хоть как-то ездили. Наша съёмочная группа выехала на место ремонта на Волоколамский проспект в сопровождении эксперта в отрасли дорожного хозяйства. По словам специалистов, асфальт не приживается на некоторых тверских улицах из-за нескольких факторов. Это неблагоприятные погодные условия и технологии, по которым латают асфальт, вызывают вопросы. Тверевые бои на зимой заливают литым асфальтобетоном, более прочным и менее требовательным. А в тёплое время года горячим. Он позволяет приводить в порядок сразу большие участки дорожного покрытия. Но при этом требовательны к условиям окружающей среды, которые, как считают специалисты, почему-то не учитываются. Асфальтобетон более высокого качества. Там более совсем другие добавки. Литой асфальтобетон. И он можно класть, его укладывать в обработанные ямы, даже во влажную поверхность. Он выпаривает за счёт температуры. Но сегодня, какая бы температура его ни была, в наших условиях, надо очищать все ямы, всё это выдувать, обрабатывать, прамером пропитывать и укладывать. Тогда будет что-то держаться. Странных форм заплатки появились и в центре города, на улице Новоторжской. Частично они успели спрятаться под водой. А тем самым литым асфальтобетоном в январе этого года заливали ямы на новом мосту. На сегодняшний день они остаются по-прежнему на месте. Что касаемо времени проведения работы, оно подстроено под график работы асфальтобетонных заводов. А потому рабочие и дорожная техника будут появляться на улицах города в дневное время. Городская администрация просит граждан, если у них есть замечания по ремонту дорог, сообщать их в департамент ЖКХ по телефону 36 13 05.